Таким образом, я придала украшению воздушность и рельефность. Сейчас я вам покажу. Сначала отдельно босики. В общем, ничего здесь сложного нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, я сделала все-таки вот такой вариант сережки. Посмотрите, верхняя часть подвижная. И внизу роговая бусинка. Сережка. Еще швенцу надо добавить здесь, и все будет готово. Хочу при вас собрать вторую сережку. Хочу вторую сережку собрать вместе с вами. Итак, смотрите, что я сделала. Так как я буду ставить шапочку, вот эти некрасивые части, я решила закрыть вот такой шапочкой. Она ажурная, тонкая, легкая-легкая. Видите, даже падает из руки филигранная шапочка. Когда я ее надеваю, смотрите, все тут закрыто. Ну и потом я пин вот туда пропускаю. Но мне не нравится, что шапочка вот так скользит, потому что там под куполом пустое пространство. Я подбирала какую-то бусину в это пустое пространство, и все бусины не подходили. Они были либо тяжелые, либо очень объемные, и шапочка не прилегала к бусинке. Поэтому я решила взять вот медную бусинку и ее сплющить. И смотрите, что у меня получилось. Про это, кстати, писали мне в комментариях, что так можно делать обжимную бусинку. Вот я начала просто ее аккуратненько сжимать. И смотрите, она в одном месте раскрывается. Поэтому, если у кого-то нет обжимной бусинки, вот, ну, если вы знаете это, да, что так можно получить эту бусину обжимную. Раскрыли, и вот оно у вас получилось, обжимная бусинка. Но мне не нужна обжимная бусинка. Мне нужно просто сплющенную бусинку. Поэтому я ее сейчас еще сплющу побольше, чтобы она стала такая по форме, как бублик. Потом ее закрою аккуратненько. Ну, насколько возможно. Таким образом я ее сейчас сплющу и надену на пин. Вот так. И теперь я выберу такую сторону у бусины, там, менее красивую. Она была внизу. Закрою ее. Вот так. И видите, там бусинка, она уже не дает скользить шапочке. Вот шапочка вся плотненько прилегает и не двигается. Так, теперь наверху я надену другую шапочку. Ну, тут, я не знаю, посмотрите, нужна бусинка или нет. Вот здесь она была не нужна. Вот. В принципе, наверху. Можно поставить бусину. Но я вроде здесь не поставила. Здесь она уже не скользит. Прижимаю ее пином. И делаю петельку. Отгибаю. Отгибаю этот пин. Отрезаю. И назад возвращаю. И назад возвращаю. Петлю. Вот таким образом. Я делаю петельку на пине. Вот таким образом. У меня получилось. Вскусываю шапочку. И надеваю уже подготовленные на медных пинах вот эти бусинки бирюзовые. Но сначала я надену еще одну бусинку. Вот она у меня медная. Вот таким образом. Чтобы конструкция была более надежная. И чтобы не было видно проволоки максимально. Вот таким образом я надеваю эти бусинки. Теперь мне их надо распределить. И сверху надеть еще одну бусину. Вот таким образом. Теперь я отгибаю пин. Как обычно, да? Подкусываю. И возвращаю назад. Я сейчас ее прикреплю вот сюда. К петельке. Отгибаю петельку. Ставлю вот эту бусину легкую. Кстати, эта бусинка из рога корова. Она наилегчайшая. Из темного рога. А из белого, из светлого рога, почему-то очень тяжелая. А это вот полегче. И сравнить. Как у меня получилось. Чтобы они были одинаковые. Вот такие две сережечки я сделала. Хочу попробовать собрать. Бусы из агата. И использовать фурнитуру под золото. У Ларисы очень много агатовых бусин. И вот мы сейчас думаем, что с ними делать. Вот их видите. Целая еще баночка. Я их перемыла все. Они такие стали красивые, блестящие. Вот. И у меня есть разные-разные. Вот видите. Такие шапочки. Всевозможные. Такие. Такие. Очень много. Я купила разных шапочек. И разные фурнитуры под античное золото. Вот хочу попробовать соединить с этой фурнитурой. Гематитовые маленькие бусинки. Видите, сколько у меня разных шапочек. Я прямо напала тут на онлайн-магазин. И купила все оптом, чтобы курьер один раз приходил. Там от какой-то суммы бесплатно курьер приходит. Я вот набрала. Буду сейчас соединять. Посмотрите, как я начала делать эти посы. Я использую вот эти шапочки. Они шапочки для бусин Калутара. Называются вот так. Может быть, я не туда ударение поставила. И маленькие шапочки. Вот такие крошечные. Это фирма Маниста. И вот такие шапочки я тоже использую. Вот. Тоже фирма Маниста. И между ними я ставлю вот такие гематитовые кубики. Эти кубики. Вот эта фирма. Синтетический гематит. Вот. Они называются немагнитные. На них этих кубик. Они вот не дешевые. Но теперь все приходится через интернет покупать. И такие, конечно, материалы дорого стоят. Но во всяком случае выход есть. Вот. Смотрите. Еще я нашла вот такие кубики в интернете. Фирмы Маниста. Всевозможные. Есть еще и медного цвета. У них есть также вот такие шарики гематитовые. Тоже синтетические. Немагнитные. Ну и, в общем-то, много всего я нашла в интернете. И я ставлю, как проставочные бусинки, вот эти кубики. Показала Ларисе, ей все понравилось. И по ее просьбе хочу сделать двухрядное колье. Материала много, поэтому можно сделать и двухрядное. На сережке выбрали мы вот эти две бусинки. Они такие одинаковые, более-менее похожие. Агатовые. Ну и, возможно, шарики маленькие поставим туда. Вот размер одинаковый есть, а цвет разный. Если цвет одинаковый подбирать, то размер разный. Ну, в общем, ничего, подберу. Смотрите, что у меня получается. Получается у меня вот этот верхний ряд. И к нему будет крепиться вот этот нижний ряд. Бусинки потемнее. Сейчас я делаю здесь вот так соединение. Я уже показывала в прошлых видео, как я креплю. Я сейчас делаю эту проволочку вот так вот перпендикулярно. И заверну в другую сторону петельку. И эту петельку надену на основную проволоку. Вот, вместо соединения я прикрою либо шапочкой, либо бусинкой крупной. Вот сейчас я сделаю вот таким образом. Соединю. Здесь я закрыла петельки шапочками. Такими же шапочками, которые я использовала и в колье. Вот, которые обрамляют бусинки. Здесь я также попыталась соблюдать симметрию и в цвете, и в размере бусинок и форме бусинок. По центру у меня продолговатая бусина. Справа и слева вот эти бусинки призмы. Назовем их так. И дальше круглые, снова продолговатые, маленькие круглые. В верхнем ряду тоже у меня по центру вот эта бусина. Справа и слева кругленькие по цвету одинаковые. Ну и так далее. На шее я не стала ставить никакие проставочные бусины. Потому что на шее я не хочу, чтобы они как-то темнели, окислялись. Здесь я в рядочек поставила все оставшиеся агатовые шарики. И тоже, видите, по цвету я их примерно и по размеру соблюдала, эту градацию. В качестве проставочных бусинок я использовала кубики гематита. Вот такие кубики синтетического гематита. Здесь у меня стоят. Они хорошо сочетаются. Это кубическая форма вот с этими бусинками-призмами. И шапочки я постаралась удлинить. Некоторые шапочки выбрала вот такой удлиненной формы. А те шапочки, которые круглые, я составила из двух шапочек. Посмотрите, у бусинки стоит крупная шапочка, а сверху я поставила маленькую шапочку и разделительный вот этот гематитовый кубик. Таким образом я придала украшению тоже такую вот воздушность и рельефность. Выкрутила два раза кончики. Здесь даже получилось три раза. Повесила золотой замочек и золотую цепочку удлинительную, потому что она очень хорошего качества. Здесь есть золото. В принципе, у меня здесь сочетается и античное золото, и оно вот как бы... Тут какие-то маленькие элементы бронзы. Сережки у меня получились вроде бы одинаковые. Подобрала бусинки, симметричные. Вот такие красивые швензы, как цепочки. Все это придает серьгам какую-то такую, скажем, старину или какой-то винтаж. Вот эта форма швензы. И надела шапочку под пином. Значит, пин я взяла тоненький, такая корейская фурнитура. И он проскакивал. Видите, у него какой маленький вот этот шапочка, да, как у гвоздика. И она проскакивала везде. И в босине, и в маленькой шапочке она проскакивала. И тогда на конце я поставила маленький круглый гематитовый шарик. Видите, маленький круглый гематитовый шарик. Потом я поставила шапочка, бусинка. Дальше снова шапочка. И уже гематитовый кубик. Потом бусинка. И сверху тоже шапочка. Шапочку сверху поставила, потому что бусинки имеют щербатины. Около отверстий, чтобы закрыть эти щербатины. Ну и также, чтобы у меня вот здесь петелька, она как бы не касалась бусинки, а касалась все-таки шапочки. Так как пин этот тонкий, я сделала там два оборота. Не знаю, видно вам или нет, два или три оборота вокруг основания этой петельки. Ну и потом уже повесила на швензу. Посмотрите, какие бусы я делаю уже из остатков Ларисиных бусин. Их очень много, никак они не заканчиваются. Агатовые бусинки. Но сейчас Лариса попросила убрать бирюзу. И прежде чем ее убрать, хочу вам все-таки показать. Может быть, кому-то захочется так сделать. Или у кого-то есть вот эти треугольнички, ромбики точнее. И вот такие капельки. И кто-то из вас захочет повторить. Потому что мне вот такие бусинки напоминают какой-то винтаж. Или что-то, может быть, какую-нибудь отдаленную этнику. Ну вот эти сочетания. Поэтому я их хочу запечатлеть. Прежде чем я уберу бирюзу. Чтобы, может быть, кому-то из вас вот эта идея пригодится. И очень красиво сочетаются белые бусины. С фурнитурой под античное золото и бронзу. И вот эти синенькие бусинки голубые. Таким образом, вот здесь вот видите, так маленькие две бусинки оказались. Таким образом, вот получается такое сочетание. Желто-белое, золотисто-белое, бирюзовое, голубое. Вообще всегда голубой очень хорошо сочетается с золотом и с белым. Это такой, знаете, вот я вам три цвета поднесу вместе. Это как в Эрмитаже какая-нибудь голубая комната. Или в каком-то другом дворце, где жили царские особы или короли. Например, может быть, французские короли. Вот эти цвета часто использовались в одежде, в украшении интерьера, в занавесах, в каких-то орденах, в лентах. Посмотрите, вот золото голубой и белый. Такое вот сочетание королевское. Смотрите, убрала я бусинки под бирюзу. Ну и в принципе так тоже очень красиво. И мне теперь нужно его как-то продлить. Но все оставшиеся бусины вот здесь вот Агата, они не подходят по цвету. Нужны либо белые бусинки, либо желтые. Те, которые остались, вот эти, они очень крупные и не вписываются к этому украшению. И тут я вспомнила, что у Ларисы есть целая россыпь вот таких вот чешских бусин. И среди них есть вот такие светлые бусинки. Видите, светло-желтые, которые очень хорошо подходят сюда по цвету. Вот. Ну, единственное, что они блестят, конечно. А есть такие темные, в принципе, тоже хорошо. И дальше мне нужно, чтобы на шее это украшение продлить, на шею, я, наверное, продлю его из вот этих бусинок. Или, наверное, лучше темные. Сейчас буду смотреть, из каких лучше. И темные. Поставила две бусинки вот здесь, чтобы они как бы завершали вот этот нижний ярус каплевидных Агатов. Как вот здесь вот завершающий такой момент. Ну, и как переход, чтобы был плавный к большим бусинкам круглым. Дальше выбрала еще вот желтенькие Агатики. Здесь были кубики и шарики. И также в градации по форме и по цвету выстроила все белые Агатики круглые. Одела их все в шапочки. Такие фурнитура, античное золото. Между ними применила шарики со старых бусин винтажных, ларисиных. Потому что они такой дают винтажный эффект в этих бусах специально. Ну, а здесь уже поставила свои шарики. И дальше, вот просто здесь у меня на шее, чтобы они были удобные, они такие гладенькие. И формы у них приятные, на ощупь они приятные. Поставила вот стеклянные бусинки. Посмотрите, сделала я бусы. Получилось две нитки. Две нитки бус. Одна покороче, а другая подлиннее. Эти бусы можно носить отдельно, а можно носить вместе. И сейчас я вам покажу. Сначала отдельно бусики. В общем, ничего здесь сложного нет. Проставила я их шариками латунными. Шапочки античное золото. И дальше идут вот стеклянные бусинки. Стеклянные бусинки удивительно хорошо подружились с агатами. Они попали в цвет, прям центральному агату. И вот этим агатикам. И замаскировались под натуральный камень. Вот. И замочек я поставила золотой. И цепочку удлинительные. Тоже с маленьким агатиком. Это первые бусы. Вот это вторые бусы. Впереди я расставила капельки. Вот так они хороводом дружным стали. Дальше две стеклянные бусинки поставила. Потом опять у меня идут агатики на увеличение, на уменьшение, градация. Агатики белые здесь. И вот такими кубиками заканчиваются агатовыми. И дальше идут снова вот эти стеклянные бусинки чешского стекла. И еще один замочек, да. Здесь опять замочек. Такой же. Тоже с удлинительной цепочкой, с маленьким агатиком. Цепочка ролла. Такие вот бусики. Это бусики подарочные. Из остатков материала. Ларисиного. Просто чтобы, ну, как-то, чтобы они тоже еще послужили верной службе и порадовали свою хозяйку. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!